Так, мы сегодня продолжаем с Евангелия от Матфея, пятая глава. Мы закончили на том месте, когда Спаситель избрал себе апостолов. И Евангелие нам перечислило этих первых двенадцать апостолов. Первых, потому что впоследствии будут избраны еще семьдесят апостолов. И вот когда Христос был в окружении народа, все это происходило на возвышенности вблизи Галилейского моря. Спаситель отверз уста свои, учил их, говоря. Нам топография евангельская указывает на это место сегодня, как на гору блаженств. Блаженние нищие духам, ибо их есть Царство Небесное. Блаженние нищие духам. Кто они, эти нищие духам? По ассоциации для нас нищие духам – это обычные нищие люди. Но нищие духам – это не совсем простые нищие, которые просят, а иногда клянчат милостыню. У входа храм или где-то в другом месте. На еврейском языке нищие – анавима. Я почему упоминаю это слово, потому что мы, когда изучали Ветхий Завет, уже встречали это существительное – нищие. Или они, еврейское, в единственном числе – нищие. Анавим – это было целое направление религиозное. В основном оно пришло в расцвет при пророке Исаии. Это люди, которые жаждали Царства Мессии. Это люди, которые были достаточно аскетичны, жили благочестиво с точки зрения Ветхого Завета. Это люди, которые в основном думали, рассуждали о вопросах спасения, о благочестии. Почему они называли себя «нищие»? Потому что они осознавали скоротечность своей жизни и скоротечность всего того, что они имели. И поэтому они осознавали себя как «ничего не имущие». Они ничего старались и не иметь в своей жизни. Это люди, которые жили только ценностями духовных. И вот когда Господь говорит «блажение нищие духа», то в данном случае слово «духа» делает уточнение, что это не просто «нищие», «клянчащие жалкого гроша», а именно «нищие духовно». Но эти «нищие духовно» были богаче духовно других. Просто они себя осознавали как «нищие дух». Вот это осознание нищеты духовной было очень важным моментом, который указывал на смирение. На смирение. Только смиренный человек может признать за собой какие-то недостатки, слабости, что, собственно, и осознавали эти люди. Это было очень важно. Для того времени, времени, я имею в виду, Ветхого Завета, все-таки культура, религиозная культура Ветхого Завета, она, можно сказать, была далека от смирения, потому что культивировалось соблюдение закона. А что такое закон? Это огромное количество заповедей. И вот это огромное количество заповедей нужно было соблюдать. Скорее, человек впадал в некую бухгалтерию соблюдения заповедей. Он считал, вот это я уже исполнил, это я выполнил, это я сделал. Конечно, это было чревато, мы уже сейчас это оцениваем, как фарисейство. Фарисеи, с точки зрения такой формальной, были достаточно благочестивыми людьми. Они соблюдали законы. Но другое дело, что это соблюдение закона вело их к тщеславию и самоглинию. И вот здесь очень важно. Господь говорит о том, что блажение нищие духа. Он не говорит о том, что блажение фарисеи, Он не говорит о том, что блажение саддуки, блажение книжники, а именно нищие духом. А нищие духом, они не занимали никакого положения, я имею в виду официального в обществе, то есть ановим. Фарисеи – это люди, которые постоянно были и саддукеями у власти, у духовной власти, у кормила народа и государства. Они составляли синедрион из 72 человек. И этот синедрион занимался судопроизводством, он занимался толкованием закона существующего, в каком-то смысле даже законотворчеством. И вот Господь начинает свою нагорную проповедь, именно так называется эта проповедь, о чем мы будем говорить, в течение сегодняшней лекции и следующей лекции. Это все будет нагорная проповедь. Блажение нищие духа. Они не занимали официального положения, они были искренними людьми, которые пытались постоянно размышлять о духовном и жить по-духовному. Ибо их есть Царство Небесное. Мы видим, о каких последствиях говорит Господь для нищих духов о Царстве Небесном. И, конечно, представление о том, что такое Царствие Небесное, было на протяжении ветхозаветной истории различное. И когда идет речь о Царстве Небесном, даже в Новом Завете, если вот так сделать опрос, поговорить с каждым по душам о том, что такое Царство Небесное для тебя, как для православного христианина, я думаю, что ответы достаточно будут различными. Потому что у каждого человека есть свой опыт восприятия духовных истин. каждый человек в разное время по-разному оценивает одни и те же слова священного текста. Вот что такое Царство Небесное? Царство Небесное мы должны пока просто остановиться на самом определении. Царство Небесное это Царство, которое прежде всего не здесь, не на земле. Оно Небесное. Потому что для официальных евреев Иудейской Церкви, я имею в виду фарисеев, в частности, Царство Божие, оно было не Небесным, оно в их представлении было земным, абсолютно определенным. Оно должно было быть на земле и во голове этого Царства должен был стоять Бог и это Царство Израильское. Все остальные в понимании евреев должны были служить им. И вот такие именно картинки рисовали себе ветхозаветные евреи. Конечно, пророки это тоже евреи, но это люди, которые всегда осуждали такие взгляды того времени. И говорили о том, что это Царство нужно понимать прежде всего как духовную реальность. Нельзя было понимать как идеальное земное государство. И вот слово блаженное. Блаженное на греческом языке Макариси переводится на наш язык как вне этимологии этого слова, потому что это слово очень сложно перевести. Я имею в виду как кальку. Скорее есть объяснение этого слова в его историческом происхождении. Блаженные это те люди, которые находятся в состоянии, где нет уже угрызения, самоугрызения, где нет самобичевания, то есть состояния, в котором себя человек не жалит, не кусает, не грызет. Именно такое происхождение этого слова. И вот Господь говорит о том, кто блажен. Блаженнее плачущие, ибо они утешатся. Нужно обратить внимание на то, что оказывается могут быть блаженными те, кто по определению просто несчастен. Ну, разве может быть счастлив плачущий человек? По определению этого быть не может. И вот мы видим, что все эти заповеди блаженства, они говорят о том, что Господь предлагает какой-то новый взгляд на жизнь, на обычные, привычные вещи. Блаженнее нищие. Это никак не сочетается одно с другим. Блаженнее плачущие тоже никак не сочетается одно с другим. Оказывается, во Христе возможно быть нищим и быть блаженным. Во Христе возможно быть плачущим и быть блаженным. Господь Говорит о том, что они утешатся, плачущие. Блажен не кроткие, ибо они наследуют землю. Вот кротость, она никак не совпадает с наследством земли. Нужно просто подумать. Ведь кто у нас наследует имущество? Кроткие ли? Недвижимость и движимость. Люди далеко не кроткие, а люди, я бы сказал, такие активные, с агрессивностью. Нужно для того, чтобы наследовать недвижимость, быть достаточно агрессивным. В земном понимании этого слова. А вот здесь мы видим, что именно кроткие наследуют землю. Это очередная антиномия, очередное противоречие, которое предлагает Спаситель для собравшихся слушателей. Вы понимаете, насколько слова Христа, с одной стороны, просты и доступны, но с другой стороны, они непонятны для обычной интеллектуальной рефлексии человека. Если человек просто будет воспринимать, блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Ну вот можно просто прочитать, так вот оценить бегло. Но в этих словах сосредоточена огромная мудрость. И она не предложена, как газетная статья, которую, прочитав, мы можем завернуть, я не знаю, какие-то продукты в газету. Это слова для постоянного прочтения. И вот когда идет речь о том, что кроткие наследуют землю, то возникает вопрос, как они это сделают. Вот вопрос. Как эти кроткие могут наследовать землю? Какими возможными средствами они это смогут сделать? Конечно, когда идет речь о наследстве земли, то, конечно, здесь не нужно отождествлять как раз вот это юридическое наследие или некую оккупацию земли. Вот стоит посмотреть на подвижников благочестия, чтобы получить правильный ответ на поставленную, можно сказать, проблему, с одной стороны, в этой заповеди, а с другой стороны, именно Господь констатирует факт, что именно такие наследуют землю. Вот если мы посмотрим на кротких людей благочестивых, то каким образом они наследуют землю? Через обладание ли землей происходит наследие земли? В нашем юридическом, конечно, мышлении, оно, как правило, именно юридическое, потому что мы всегда мыслим стереотипами юридическими. Пусть мы не идентифицируем как юридические стереотипы наше мышление, но мы всегда мыслим именно стереотипами, нормативами человеческого общежития. Но Господь говорит о совершенно других вещах. Он всегда переворачивает все, причем ставит с головы на ноги, все ставит на место. И вот когда мы смотрим на странников Божьих, которые всю свою жизнь ходили по земле, они были кроткими людьми. И можно сказать, что эти люди не обладали ни малейшим кусочком земли, но эти люди были наследниками всей земли. Вся земля им принадлежала. Потому что эти люди могли видеть по-настоящему окружающий их мир. Когда человек, обладающий землей, смотрит на эту землю, она порой застилает ему глаза. И он, кроме прагматического восприятия земли, не видит по-другому землю. А кроткие, они могли видеть землю, как Богом созданный мир. Они могли радоваться, живя в этом мире. Они могли видеть рассвет и закат, отлив и прилив. Они могли все замечать. Они могли давать точные определения происходящим явлениям и событиям на земле. Именно страсть к земле, к обладанию землей, не делая человека наследником, а делая человека в каком-то смысле больным, зависимым. Я повторюсь. Помните, когда митрополита Нектария спросили Владыка, а как словословит творение, в том числе и земля это, Бога? Он вначале не ответил, а потом какое-то время прошло, и он говорит, вы меня спрашивали, я вам отвечу. Они внимательно слушали, что скажет святитель. И он сказал, а вы прислушайтесь. Вот вдумайтесь в эти слова. Только человек, который свободен от земли, как от страсти обладания землей, только он может сказать такие слова, а вы прислушайтесь. Потому что мы всегда хотим каких-то готовых ответов. А он говорит не о готовых ответах, он говорит, просто прислушайтесь. как бьется сердце у земли, каков пульс этой земли. Мы эксплуатируем бесконечную землю вместо того, чтобы просто быть насельниками на этой земле. Вот мы видим, кто на самом деле наследует землю. Блажения алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Насыщение очень важная проблема для человечества. Человек стремится всегда насытить себя. конечно он начинает насыщать себя с плоти. Пытается удовлетворить свою жажду, свое алкание. Но вот помните, с чего начинается общественное служение Спасителя, с того, что он не удовлетворяет, будучи в пустыне, свое алкание и жажду. И говорит, не хлебом единым будет жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Что это? Красивая метафора? Просто какая-то красивая фигура речи? Что это вообще за слова? Неужели они имеют какой-то реальный смысл для нашей жизни? Неужели можно насытиться человеку словом, который исходит из уст Божьего? Но вся беда человека, что человек старается быть мерой всех вещей в этом мире. Он пытается все измерить своим геометрическим умом, в буквальном смысле этого слова. Все пытается оценить по-земному. Буквально геометрия, мерить землю своим земным взглядом на жизнь, своим опытом несозревшим. И поэтому человеку, конечно же, кажется, если он никогда не удовлетворял свое алканье и жажду словом Божьим, значит, это невозможно, скажет этот человек. Но мы видим и другие образцы жизни, когда люди, достаточно вспомнить Киево-Печерских святых, которые жили в сердце нашего государства, в сердце нашего народа, в Киеве, в пещерах киевских. И там затворялись на десятилетия для того, чтобы насыщать себя Словом Божьим. Они действительно ушли насыщенными из этой жизни. И как много стекалось к этим людям, людей, для того, чтобы увидеть этот образ настоящего человека, блажений, милостей, ибо они помилованы Богу. Это очень важное условие человеческого спасения. милостей, как раз надеемся на милость от Бога. Мы хотим, чтобы Бог помиловал нас. Господь говорит, что для этого нужно? Будьте сами милосердны, как Отец ваш милосерд есть. Он часто призывает словами пророка, «Идите и научитесь, что есть хочу, милости, а не жертвы». Так важно милосердие для человека, для его спасения. без этого они не смогут быть помилованы. И поэтому каждый христианин в своей жизни должен стремиться к тому, чтобы как можно больше делать милосердия другим. Оно происходит от слова «милсердцу», «милосердие». Только тогда мы начнем оказывать милосердие, когда действительно этот человек станет милым для нашего сердца. Мы так называем только очень близких людей, только родных людей, милые, милые. Но вот Господь говорит о том, что это должно распространяться на всех окружающих. И все они должны занять определенное место в нашем сердце. И тогда мы будем идти путем спасения. Будем сами помилованы. Суд без милости будет для того человека, кто не оказал милости, скажет Господь. Блажение, честь и сердце, ибо они Бога узрят. Эта заповедь пленила многих подвижников благочести. она настолько потрясла многих, что они оставили все, к чему влеклось их сердце, чем было увлечено. А ведь сердце человека это середина его существа. Именно так славянского языка переводится сердце, середина. Середина это имеется ввиду центр. Центр это самое главное место в личности человека. И вот это центр, как говорит Господь в Евангелии от Марка 7 глава из сердца человеческого исходят злые помыслы и добрые помыслы. Все исходит из сердца. Но вот когда исходят злые помыслы, прелюбодеяние, любодеяние, убийство, кража, лихаинство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство, все это зло изнутри сходит и оно оскверняет человека. И вот настолько эти люди, которые были пленены этой заповедью, были, вернее сказать, посвятили всю свою жизнь, чтобы этот исток горнила своей личности очистить. Потому что не видели смысла для своей жизни без очищения своего сердца. Просто не видели смысла. Потому что если не очищенное сердце, то оно будет началом всех этих грехов, о которых мы только что говорили. И будет постоянно оскверняться человек. Но больше всего пленяла вторая часть этой заповеди, а не Бога узрят. Вот такая награда, такие последствия ожидают тружеников. очищающих свое сердце. Узреть Бога. Вы представляете, какая маленькая заповедь с какими глубокими огромными последствиями для жизни человека. Вот очистил сердце и Бога увидел. это, конечно, настолько многих потрясало читающих эти строки, что они уже не могли себе найти покоя в жизни. А сколько примеров благочестивых, где повествуется о том, насколько она имеет огромные преимущества это заповедь, очищающих свое сердце. А кто из нас не знает, братья и сестры, когда очистишь хоть какую-то часть пятен, которые застилают наше око сердечное. И вот мы не видим Бога, но мы начинаем видеть Его труды в нашей жизни. А эти труды нам напоминают тот евангельский сюжет, когда на тайной вечере Спаситель омыл ноги своим ученикам. И мы видим труды Христа по омовению ног человеческих для того, чтобы мы ходили по этой жизни с чистыми ногами, чтобы мы не оскверняли эту жизнь. ни себе, ни другим людям. Это тоже нужно увидеть. И вот когда мы видим, как Господь подобно чернорабочему трудится над очищением человеческой души, это нас приводит в умиление, это просто поражает наше воображение. Поэтому так важна чистота сердечная для человека. Блажение миротворцев, ибо они будут наречены сынами Божьими. те люди, которые ставили целью своей жизни творить мир, примирять враждующих, это люди мужественные, это люди самоотверженные. Ведь вдумайтесь в эти слова, сынами Божьими нарекутся. Мы знаем Сына Божия, нашего Спасителя, и вот они попадают в число сынов Божьих миротворцев. А потому что Христос был миротворцем, Он, облегшись плотью своей, показал путь примирения человека с Богом. А этот путь лежит через преодоление греха. Когда мы преодолеваем грех, ведь апостол так и определяет, грех это вражда против Бога. Потому что каждый раз, как человек согрешает, он борется с совестью внутри себя. А совесть это голос Божий внутри. Значит человек согрешающий это человек борющийся с Богом. И вот миротворец этого истину Сын Божий. Это человек, который не боится никаких угроз для своей жизни. Это человек, который готов всегда пожертвовать ради правды Божьей, ради истины своей жизнью. Сынами Божьи подрекут. всякий, кто творит мир, тот имеет такую возможность стать Сыном Божьим. И для него слова, молитвы Отче Наш не будут просто красивой фигурой речи. потому что мы часто как начетники прочитываем Отче Наши Живься на небесе, как набор определенных слов, молитвы. А этот человек будет читать Отче Наш потому что он всей своей жизнью является Сыном Божьим. Блажения изгнанные за правду, ибо их Царство Небесное. Мы уже встречали заповедь, кто наследует Царство Небесное. Вот мы видим, что и изгнанные за правду тоже наследуют Царство Небесное. Это вовсе не значит, что те, которые миротворцы, они не наследуют Царство Небесное. Те, которые милостивые, не наследуют Царство Небесное. Нет, они все наследуют Царство Небесное. Но идет речь о том, что кто за правду готов положить свою жизнь, вот как вспоминается мне этот недавний случай с убийством отца Даниила. Я вот прочитал определенный объем информации, связанной с его смертью, с его жизнью, и понимая, что такие люди, которые гонимы за правду, готовы отдать жизнь за правду, то это люди, которые, вы знаете, вот они вот на границе с Царством Божьим живут. Если они готовы отдать свою жизнь, жизни, а ведь что такое жизнь для каждого из нас? Некоторые могут сказать, ну я как бы готов там, может быть, уйти из этого мира, но вот мои близкие, родные, а на кого я их оставлю? А вот когда отец Даниил рассказывает его матушкам, он говорит, хотел бы я быть мучеником за Христа, она говорит ему, а на кого ж ты нас оставишь, если ты уйдешь от нас? Говорит, а там вот вас в крепкие руки Матери Божьей. И вот я, конечно, воспринимала, говорит она, как просто его жажду, как бы я не до конца могла и понять, конечно, это мог только Бог предвидеть, что это произойдет. Но вот когда это произошло, говорит, я настолько была взята в руки, эти крепкие руки, о которых он сказал, и ласковые одновременно Матери Божией, меня Матерь Божия, мне она покровительствует и помогает, это настолько ощутимо. и его помощь я тоже, говорит, ощущаю. Приводит, я немножко уклонюсь от темы, вот такой интересный момент из его жизни рассказывает сама Матушка, ее спрашивает, а какие вот чудеса можете рассказать из своей жизни. она говорит, особенно хотелось бы рассказать то, что произошло в эти последние дни. Батюшка говорил, что когда я умру, то, чтобы вы меня похоронили в определенном облачении, льняном облачении, это новое облачение, но это, в этом облачении были потеряны поручи и пояс. И облачение новое, а говорил он о смерти, что меня похороните в этом. То есть получается, что священник-то шьет облачение для того, чтобы служить в нем сейчас, но вот оно как бы было невостребовано. И вот когда совершилось уже убийство, говорит, чудесным образом, говорит, мы, когда уже ехали в морг облачать его в священное облачение, то вспомнили, что нет поручей и пояс. И тогда попросили людей, чтобы они панамаря привез любой пояс и любые поручи. Но когда он приехал, то он увидел в алтаре на стуле на открытом месте пояс от этого облачения. говорит, он привез, а потом через какое-то время, говорит, так, о поручении. Когда он приехал, он на том же стуле увидел и поручение. как это произошло, никто не знает. И второй момент. Она говорит, я шла за гробом и как бы о многом размышляла. и вот когда думала о нашей первой встрече, то, говорит, упали цветы перед нами. Цветы, с которыми он пришел на встречу, на первую встречу, свидание. Это ирисы. Ну, нигде не было. Вот они просто упали. Говорит, я поняла, что это от него. И вот такая помощь, она, говорит, настолько ощущается постоянно. Вот сейчас, вот уже спустя какое-то время. И говорит, я поняла, что мне нужно как-то его поблагодарить, как-то выразить, как-то вот что-то ему тоже подарить, вот уже последней, при последней нашей встрече. И говорит, я когда-то была в Иерусалиме и приобрела золотое кольцо там. И оно от времени, 15 лет они прожили вместе, оно вросло уже в палец. И она говорит, оно не снималось. Ведь я подумал об этом кольце и легко его сняла и положила ему в гроб. для кого-то для кого-то это не покажется чудом, но мне кажется здесь настолько трогательно изображена в этом чуде настоящая любовь, которая должна быть между супругами. и вот эта любовь она настолько прекрасна и потому что она не ограничивается рамками семьи. А когда христианин способен отдать, несмотря на то, что он любит свою семью, жену, детей своих, отдать свою жизнь ради правды, ради истины. А эта правда для христианина одна истина, это Христос. И поэтому так близко Царство Небесное возле таких людей. Они живут уже в этом Царстве Небесном. Дети у него остались, Трое детей. Трое детей. 14 лет старшей девочке, 6 и 2 годика. Вообще мусульмане, которые полемизировали с ним, потому что он был активным миссионером среди мусульман, он сам как он сказал, на четверть татарин. И мусульмане его родословную производят от Магомета даже. То есть они сами говорят о том, что его родословная начинается от Магомета. У него прадедушка был мулой в мечети. Блажене вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить земля. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах, так, как гнали и пророков бывших прежде вас. И вот когда мы читаем эти последние слова, то они не должны нас пугать, они должны нас радовать. и в этом настолько огромная радость для христианина, что он может претерпеть за Христа. И мы знаем, что первые века нашей Церкви это века мученичества. настолько близко приняли в сердце, а вернее сказать, это было единственным сокровищем сердец христианских любовь к Христу, что они готовы были отдавать свою жизнь, радоваться тому и веселиться, что они страдают за Христа. И вот для нас это тоже очень важные слова. Мы должны об этом помнить, если нам приходится потерпеть за имя Христа. Потому что раньше все гнали пророков и праведников прежде бывших вас. Радуйтесь и веселитесь. здесь еще подчеркивается, что ваша награда велика на небесах. Поэтому так желали мученичества первые христиане. Постепенно может быть этот огонь стал уходить из христианских сердец, потому что православие стало государственной религией в 4 веке. И поэтому многие христиане даже выразили протест против легализации христианства, против легализации именно как государственной религии и стали уходить в пустыню для того, чтобы создавать свою христианскую цивилизацию в пустыне. они считали, что невозможно сохранить ревность в жизни и поборе, живя в условиях именно некоего благополучия, удовлетворенности земным. И мы сейчас будем дальше читать об этом из последующих слов. Нам станет это понятно. Напротив, горе вам богатые, ибо вы уже получили свое утешение. Что такое богатство? богатство это то, что может изгнать из сердца человека Христа. Потому что богатство утешает человека, братья и сестры. Поэтому Господь и говорит горе вам, потому что вы уже получаете утешение. Конечно, нельзя говорить о том, что все богатые, они ничтожные люди. Мы знаем огромное количество богатых людей, как людей благочестивых, праведных, святых людей. Идет речь только о том, когда богатые, как дальше Спаситель говорит, горе вам присыщены, ибо взалчите, горе вам смеющиеся, ибо вас плачете и возлюдаете. то есть мы понимаем, что когда богатство становится единственной утехой в жизни человека, когда он видит в этом цель и смысл своего бытия, то тогда это богатство изгоняет Царство Божие из человека. По большому счету мы, живущие в современном обществе, все являемся богатыми. В сравнении может быть с теми людьми, которые жили в средние века. Поэтому критерием этого богатства, которое застилает глаза человеку, это когда человек уходит из церкви, когда человек строит свою автономию вне бога, вне церкви святой, когда человек считает, что церковь и бог ему не нужны. Они ведь часто и говорят, а зачем бог? У меня и так все хорошо, я часто сам лично слышал такие слова. То есть Бог им нужен только как источник богатства. Вы восплачете и возрыдаете. Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо, ибо так поступали с лжепророками отцы их. Вот каждый из нас считающий эти слова должен для себя понимать, что мы не должны ждать этого хорошо. Вы соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленой? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям. Соль это то, что предохраняет отгниение. И когда христианин не может себя предохранить отгниения, и не может предохранять живущих вокруг него, значит, он становится бессмысленной вещь. Что можно, чем можно сделать этого человека соленым? Вы свет мира, не может укрыться город, стоящий наверху горы. Это слова настолько обращенные каждому из нас, эти слова, которые, может быть, даже не нуждаются в особенном объяснении. Это скорее просто инъекции в наше сердце, в нашу совесть. Потому что мы должны действительно занимать активную позицию жизненную. Мы не просто где-то должны прятаться, особенно как становится обидно за тех христиан, которые пытаются прятаться от Антихриста. Если эти христиане будут прятаться от Антихриста, а еще говорят они, что так пророчествуют старцы, то как обидно становится. Неужели христиане, когда придет Антихрист, они все по норам, по щелям убегут. А кто ж тогда будет предохранять от окончательного разложения этот мир? Кто же будет еще хоть немного светить в этом мире? Если мы боимся, то в чем же тогда наше христианство? Разве боящийся человек может страдать за правду? Разве он будет гоним за истину исток? Разве он станет мучеником? Не может укрыться город, стоящий наверху горы, и зажегший свечу не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике светит всем доме? Нельзя сравнивать тех преподобных, которые молились вдали от суеты людской. Это люди не убегали с этого мира, не прятались, они просто накапливали свет. Они были движимы не страхом, а жаждой очищения сердца, о котором заповеди мы говорили. И вот когда они очищали свое сердце, то они настолько ясно горели перед людьми, что и других зажигали светом, которым горели сами. Как свеча от свечей загорается, точно так же они воспламеняли жизнью христианской других людей. так досветит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего на небесах. Вот что желает от нас Господь. Он желает от нас как можно больше света, чтобы мы не коптили, чтобы мы не задыхались от собственной копоти и других этим угаром не смущали, а чтобы мы светили. Господь говорит аз есм светом его, но видите он дает такую возможность светить и каждому приобщенному к его святыне христианину тоже светить. Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел, но исполнить. Вот здесь мы должны остановиться и понять, что такое закон и пророки. Мы уже изучали Ветхий Завет, мы знаем, в чем заключалась суть закона пророков. Вначале Господь дал закон, потом закон люди извратили. Господь послал пророков для того, чтобы исправить истинное значение закона, для того, чтобы объяснить цели предназначения законной жизни человеческой, потому что все извращалось с течением времени. Но мы должны другое понять. В наше время много есть сектантов, которые учат, что закон Ветхозаветный в некоторых аспектах должно соблюдать. В частности, адвентисты утверждают, что нужно соблюдать субботу. Буквально все протестанты говорят о том, что сказано нельзя ничего изображать, хотя в Ветхом Завете тоже были изображения и были священные изображения и не просто были изображения сами по себе, но можно было этими изображениями поклоняться, но неправильное опять-таки толкование Ветхозаветных текстов приводит к серьезному заблуждению этих людей. И мы должны помнить слова апостола Павла, где он в послании к римлянам в 10 главе в 4 стихе говорит, «Потому что закона конец Христос». Это очень важные слова. В Галатах апостол Павел скажет, что закон является только путеводителем, детоводителем ко Христу. Закон вел человечество как детей, но куда вел ко Христу? И когда он привел ко Христу, то конец закона Христос. И вот он говорит, «Я пришел, чтобы исполнить». Исполнить это значит наполнить, завершить, поставить точку в исполнении закона. Ибо истинно говорю вам, «Доколе не придет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все. Доколе не придет небо и земля, но в каком-то смысле небо и земля пришли, потому что земля стала небом, потому что небо сошло на землю, произошло соединение неба и земли, осуществилась мечта, осуществилась надежда, потерянная надежда первых людей, когда рай должен был распространиться на всю землю. этот человек задачу не совершил, не исполнил. Он отсек возможность вхождения человеку в рай и возможность преобразить землю до состояния рая. И с пришествием в мир Христа во Христе жизни получила иную перспективу. Ни одна иота, ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все. Но ведь о чем говорили ветхозаветные пророки и закон, именно о Христе, как отчаяние языков исполнилось отчаяние народов. Пришел в мир Спаситель. И так, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. А кто сотворит и научит тот великим наречется в Царстве Небесном. Здесь некоторых смущают необычные слова, что кто нарушит одну из заповедей малейших, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. Имеется в виду не войдет в Царство Небесное и будет малейшим в Царстве Небесном. А просто в Царстве Божьем этот человек наречется малейшим. очень большая ответственность лежит на каждом человеке, который несет Слово Бога к другому человеку. Поэтому мы должны находиться в церковной традиции толкования и понимания священных текстов. Потому что мы говорили, что столб и утверждение истины Церковь, только Церковь имеет право толковать Священное Писание, потому что это книга Церкви. Никто не имеет права толковать эту книгу, потому что авторские права принадлежат только Церкви. И если мы берем на себя ответственность толковать какие-то слова из Священного Писания, то мы должны понимать, что от этого зависит очень многое. И спасение наше, и спасение тех людей, кому мы несем это Слово Божье. И от этого много зависит. Если он будет правильно доносить Слово самого Бога к другому человеку, тот Великим будет наречен в Царстве Небесном. Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное, а праведность книжников и фарисеев, какая она была? она была формализована, она была настолько декоративна эта праведность, она не имела никакого отношения к самой праведности, она была только названием праведности. И мы должны превзойти эту праведность, то есть формальность, потому что обычно в религиозной жизни мы хотим готовых формул духовной жизни, но готовые формулы духовной жизни, они не жизнеспособны. Почему? А потому что человечество, оно меняется на протяжении истории, меняется восприятие духовной реальности. Это не значит, что и духовная реальность при этом должна меняться, нет. Идет только речь о том, что на каждом историческом этапе христиане должны осмыслять Слово Божие своим умом, своим сердцем, находясь в рамках традиции Церкви. Мы должны постоянно думать над Словом Божьим для того, чтобы рождался живой опыт, потому что без осмысления, без прочтения Священного Писания и без его осмысления оно будет настолько абстрагированным от нашей жизни, что оно станет вначале неинтересным, а в результате оно будет не будет руководством нам в нашей духовной жизни. Почему сейчас Евангелие мало интересует современников? Люди готовы какие-то прочитать рассказы о старцах и старицах? Я не хочу сказать о том, что они не заслуживают внимания старцы и старицы. Но идет речь не о том, чтобы расслышать Слово Божие, а идет речь о том, чтобы проглотить какую-то интересную информацию, прочитать какие-то интересные случаи, для того, чтобы хоть как-нибудь удовлетворить свое любопытство. Слово Божие это не удовлетворение любопытства. Слово Божие правда она колет глаза. Она интересна становится только тогда, когда человек пытается применить на опыте в своей личной жизни. Вот только тогда начинает это Слово Божие оживать. Из древней книги, которая называется Библия, Евангелие, она становится руководством жизни для современников. Вы слышали, что сказано древним? Не убивай. Кто же убьет, подлежит суду? А я говорю вам, что всякий гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду. Кто же скажет брату своему рака, подлежит Синедриону, а кто скажет безумный, подлежит гиене огненной. перед нашими мысленными отчаями проходят тексты Ветхого Завета, где рассказывается о том, как Господь для регламентации общежития Ветхого Завета предлагает огромное количество заповедей, нормативов поведения. Он говорит око за око, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу, глаз за глаз и жизни в результате за жизнь. Это был очень серьезный прорыв из области беззакония в область очень конкретных справедливых отношений в жизни, потому что месть была безумна и безгранична. И вот Господь вводит этот закон, для нас он кажется каким-то пережитком прошлого, судопроизводства. если бы даже этот закон действовал сейчас в нашем судопроизводстве, то это было бы самое правовое общество в мире. Когда маньяк убивает огромное количество людей и его садят на 15 лет, может ли быть это справедливым? Господь говорит очень понятно и доступно, но люди не хотят замечать этого Божьего закона установления. И поэтому тюрьмы их раньше не было. Становится училищем беззакония, училищем разврата всего самого худшего, что только может быть. Чего, чему, вернее сказать, только не научаются в тюрьмах люди. А раньше все было очень просто. Все решалось на месте. Господь говорит о новых принципах человеческого общежития. Вы слышали, что сказано древнее «Не убивай». А я говорю вам всякий гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду. В Псалме 4-м, в 5-м стихе говорится «Гневайтесь, но не согрешайте». «Насколько гнев может быть вообще в жизни нашей? Тем более Господь говорит о том, что не гневайтесь напрасно. Некоторые даже считают это поздней вставкой, потому что никак не могут этого понять. Вы знаете, часто из Евангелия превращают Евангелие в какую-то знаете, такую в конфетку Евангелия. Хотят что-то сделать с Евангелия такое сентиментальное. Евангелие для некоторых кажется каким-то сюсюканьем. Евангелие это не сюсюканье. Евангелие оно пронизано прежде всего правдой, любовью, и все это выражено глубокой зрячестью. Есть место в Евангелии любви до самопожертвования, до смерти, и есть место в Евангелии на гнев. Если мы гнев оцениваем как силу разрушительную, карающую, это одно, но есть гнев как сила останавливающая. Если гнева не будет в педагогике семейной или школьной, сможем ли мы воспитать своих детей? Вот так помните, как часто говорят любящие, нужно заметить родителей своих детей. Говоришь, говоришь, не понимаешь, крикнешь, все сразу становится на свои места. И опять-таки некоторые скажут, ну разве это допустимо? Разве это сочетается с образом любящего кроткого Христа? А вы забыли, как Христос взял, сделал бич и изгонял торгующих валами, ослами и баранами из крама? Помните? Это было, это совсем не было похоже на сюсюканье. Это был клич, это было воззвание с бичом в руке. И вот когда Господь говорит о гневе, Он осуждает страсть гнева. Но сколько можно проявить гнева, когда обижают сироту, когда обижают невинного? можно ли смиренно, кротко смотреть на эту картину, если кто-то скажет, что возможно Он не христианин, в Нем не Дух Христа? Когда тебя обижают, ты можешь промолчать, можешь потупить глаза вниз, но когда обижают кого-то, ты должен заступиться. ты должен взять, если нужно меч или дубину в руки. Для этого нужно знать хорошо Евангелие, чтобы понять. Мы сейчас увидим и дальше. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой перед жертвенником и пойди прежде примирись с братом твоим и тогда приди и принеси дар твой. Это без комментария понятно, но важно только обратить внимание здесь на слова, что если ты узнал, что брат имеет нечто на тебя, не идет речь о том, что ты на брата что-то имеешь, а брат имеет нечто ты должен пойти и проявить активность сам пойти посмотреть этому человеку в глаза, не бояться где-то за углом, прятаться, опускать глаза, переходить на другую сторону улицы, отворачиваться, а должен сам. вот такая евангельская правда. Это человек, который настолько трезв в своих взглядах, в оценке жизни. Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебе судье, а судья не отдал бы тебя слуге, и не вергли бы тебя в темницу. когда идет речь о том, что на пути, то Иоанн Златоуст толкует это место как время жизни. Мирись, пока ты еще жив, пока ты еще на жизненном пути, потому что потом будет поздно, потому что потом невозможно будет искупать грех, потому что не будет тела у тебя, через которое ты можешь творить дела добрые, и не будет у других тела, а значит не будет страдания, а значит не будет возможно сострадания этому человеку, то есть ты не сможешь сделать добра. Истинно говорю тебе, ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кадранта, то есть денег. Все это в образах идет речь. Вы слышали, что сказано древним, не прелюбодействуй, а я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействуй с ней в сердце свое. Здесь дается лекарство от фарисейства. Не гневайся, потому что ты человек убийства, не прелюбодействуй в сердце своем, потому что это настоящее прелюбодеяние. Господь говорит о мотивации, говорит Господь о сердечных истоках человека. Вот о чем Господь желает человеку говорить. О том, чтобы человек в корне был другим. Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гигиену. Здесь можно много говорить, и все зависит от прочтения этого Евангелия. Кто-то буквально понимал эти слова. Вспоминается много случаев, вот лично мне, когда преподобные, которых соблазняли какие-то женщины распутные по наущению дьявольскому, и они отрезали себе палец в присутствии или поджигали себе пальцы от свечи, причиняли себе боль. И когда распутная женщина, которая притворилась странницей, которая якобы заблудилась и попала в дождь и стужу, просилась переночевать в келье пустынника, а на самом деле, имея злой замысел, чтобы совратить его, раздевалась, обнажала свое тело перед ним, и он отрезал на ее глазах себе палец, а другой просто поджигал над горящей свечой руку. Здесь было именно такое прочтение этого евангельского места. Иоанн Фертаус говорит о другом прочтении этого места. Когда идет речь о правой руке, то часто мы говорим «Он моя правая рука». А если мы говорим об очень близких отношениях, то мы говорим о том, что это наш как правый глаз. Не говорится о левой руке, о левом глазе. Идет речь о правой руке, о правом глазе. что даже если этот близкий человек тебе будет сбивать тебя с истинного пути, отбрось по-живому, оторги этого человека от тебя. И пусть он тебе будет как язычники мытарь. мне как-то вспоминается один сюжет документального фильма, когда саламандри ящерицы отсекали ногу. И вот происходила регенерация и нога отрастала новая. и вот это очень интересный на самом деле ответ тоже на это место, потому что если у человека отрезается нога, то не происходит, нет таких внутренних биологических механизмов, которые отращивали бы человеку ногу. ногу. А вот когда у животного, в частности, вот у этой ящерицы, то отрастает. Потому что ящерица тождественна своей земной жизни. Со смертью ее биологической происходит вообще ее умирание. душа тождественна физиологическим процессом. А вот у человека, когда он умирает, разлучается с телом, то начинается бессмертная жизнь. Но здесь очень важно нам понять на этом примере, что для человека действительно лучше войти инвалидом туда. Потому что там жизнь вечная, там все будет восстановлено. Но если человек и весь войдет, знаете, как часто трупов подкрашивает, подбеливает, но тем не менее, если душа его источала зловоние, то он весь погибает, хотя входит с руками и ногами весь. Поэтому Господь и говорит, что лучше тебя без какого-то члена телесного войти в жизнь вечную, чем всему быть ввержен в гиену окунную. И если правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки ее и брось ее от тебя, и получше для тебя, что погиб один из членов твоих, а не все тело твоего было держено в гиену. Сказано также, что если кто разведется женой своей, пусть даст ей разводную. Это во Второзаконе был такой закон, когда если мужчину женщина в чем-то не устраивала, он мог дать ей разводное письмо и быть свободен от брака. А я говорю вам, кто разводится с женой своей, кроме вины, любодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать, и кто женится на разведенной, тот прелюбодействует. Только одна причина может быть для развода. Это измена с одной стороны. Потому что измена это нарушение той целостности, о которой идет речь. Муж и жена одноплоть. И вот когда происходит прелюбодеяние, происходит нарушение этой целостности и единства. Еще слышали вы, что сказано древним, не приступай к клятвам, но исполняй пред Господом клятвы твои. О клятвах а я говорю вам, не клянись вовсе, ни небом, потому что оно престол Божий, ни землею, потому что оно подножим от его, ни Иерусалимом, потому что оно город великого царя. Ни головою твоей не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным. Вот здесь в 36 стихе 5 главы очень ясно объясняется, почему вообще нельзя человеку совершать клятву. потому что клятва это чем, чем либо она возможна при условии обладания человеком тем, чем он клянется. Но некоторые скажут, ну хорошо, но есть вещи, которые принадлежат мне. Но в данном случае Господь говорит, даже головой своей не принадлежит. Ну понятно, небо, земля, это все не человеку принадлежит, не Иерусалиму. Здесь даже своей головой не принадлежит. Потому что ты не можешь сделать своего волоса из белого черного, из черного белого. Не идет речь не о том, чтобы покрасить волосы. И вот когда человек клянется, то тут нужно две понимать вещи, как Иоанн Златоуст говорит. Если доброму христианину предлагают поклясться в чем-то, то говорит, зачем это делать, если он добрый христианин, он и без клятвы сделает то, что нужно. А если он плохой человек, так он будет только клятвопреступником. И вот здесь истина очень проста. Человек, когда клянется, он не до конца оценивает обстоятельства и вещи, которые его окружают. Он не до конца понимает вообще, что он делает. И поэтому Господь говорит, не надо этого делать. Но да будет слово ваше да-да, нет-нет, а что сверх этого от лукавого. Вы слышали, что сказано око за око, зуб за зуб, а я говорю, не протився злом. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. И вот я здесь хотел бы вам продемонстрировать опять-таки небуквальное исполнение этой заповеди самим Христом, который дает эту рекомендацию, я в данном случае не говорю, что это заповедь. когда привели Христа к первосвященнику Анне для допроса, для того, чтобы казнить его, один из служителей, стоявший близко ударил Иисуса по щеке, сказав, так отвечаешь ты первосвященнику, помните этот момент. Но Иисус не подставил другой щеки, а отвечал ему, если я сказал худо, покажи, что худо, а если хорошо, то что ты бьешь меня? И вот здесь очень яркий пример того, что мы должны Евангелие читать в традиции во-первых, понимание правильного толкования святыми отцами, это первое, а второе, мы должны читать в контексте вообще всего священного писания, потому что мы видим, Христос говорит о том, чтобы подставить другую щеку, но в то же время свою щеку не подставляет в определенный момент. Когда предлагается подставить щеку христианину, если христианин сделает такой шаг, знаете, я вспоминаю вот из своей такой личной биографии один случай, когда я был в Иерусалиме и нашим водителем в автобусе был араб-христианин, и мы из Иерусалима направились в Вифлеем на место Рождества Христова. И на пути мы заехали в один из магазинов для того, чтобы какие-то приобрести сувениры. и когда мы разошлись по большому супермаркету, наш водитель пил кофе. Здоровый мужчина в расцвете сил, и к нему подошли такие вот взбаламошенные арабы, мусульмане, и стали его цеплять за крест, который висел на его груди. Стали его дергать, крест вот так вот тормошить. Я подчеркиваю, это был очень здоровый мужчина, который мог бы дать достойный ответ физически. И вот когда один из, началась потасовка, один из них арабов-мусульман, ударил его в лицо. И в этот момент, недолго думая, этот темперамент не нужно заметить. Сын арабского народа подставляет ему другую щеку. И вот когда он подставил другую щеку, то эти мусульмане были просто в высшей степени в восторге. Они его стали хлопать по плечу и выражать свое его уважение, вот, и доброе отношение стали выражать. вот в данном случае мы как бы увидели, он искренне совершенно, это искренне христианин был, вот, и когда Господь противоречит как будто своей заповеди, не подставляет другую щеку, он говорит слово истинное, как только он может сказать это слово истинное. чего стоил только его взгляд, чего стоили его слова и сама атмосфера, которую распространял вообще на присутствующих. Это все равно что щеку подставить, когда я читаю, так с миром отлично, что... Да, это все равно что щеку подставить, да. Именно об этом я и хотел сказать. Да, хотел. Потому что есть ответ с одной стороны и такой, но с другой стороны есть и другой ответ. Потому что слово евангельское, оно не говорит о том, как человек должен делать, а говорит о том, каким человек должен быть. убедить. Это значит, что он всегда должен своим духом христианским, любящим Бога, оценивать творческие ситуации. Поэтому, когда Господь говорит о том, чтобы подставить щеку, это не выражено в качестве заповеди, это выражено в качестве некого примера, жизненного примера. потому что если бы была эта заповедь, она была бы безусловной. Но Господь говорит о том, что есть другой путь. И когда Христа хотели побить камнями иудеи, Спаситель сказал, много добрых дел показал я вам от Отца моего, за которые из них вы хотите побить меня. И все опустили свои камни и не побили его. Но в какой-то момент Спаситель идет ко кресту и берет свой крест. мы должны это четко понимать, что Евангелие это наше дыхание. Мы должны дышать Евангелием, мы должны жить им. И тогда действительно оно будет для нас благой и радостной вестью. Для нас никогда не будут устаревать слова из Священного Писания. Они всегда будут живым толкованием и живым объяснением нашей сегодняшней жизни. Аминь. Следующее чтение будет продолжением 5-й главы Евангелия от Матфея. 40-й стих. Из 40-го стиха мы будем двигаться до конца 7-й главы от Матфея. Спасибо, Господь, за внимание. Спасибо.